Привет, я Александра, это «Минута с налоговым консультантом». Задолженность перед бюджетом и потеря статуса платежщика единого налога. Как указано под пункте 8, пункта 298.2.3 Налогового кодекса Украины, в случае, если платежщик единого налога в течение двух последующих отчетных кварталов на каждое первое число такого квартала допустил наличие налогового долга в сумме, превышающей 3060 гривен, налоговый орган вправе аннулировать его статус платежщика единого налога последним днем месяца второго из кварталов, в которых присутствовал налоговый долг. Кварталы должны идти подряд, на всякий случай акцентирую внимание. Раньше этот пункт не содержал ограничения по сумме долга, и получалось, что предпринимателям аннулировали статус единщиков, например, за 1 гривну налогового долга, что было, в общем-то, очень плохо, поскольку совершенно другие налоги платятся на общей системе налогообложения. Сейчас последняя редакция Налогового кодекса содержит вот это ограничение по сумме 180 не облагаемых минимум доходов граждан, именно 3060 гривен. Платите налоги правильно, не ошибайтесь. Пока.